Ну и самое время перейти к рубрике «Афиша». Ведущая Анастасия Нурхонов расскажет, как провести свой досуг в эти выходные. Настя, привет! На какие мероприятия порекомендуешь сходить? Привет, Таня! Событий в эту субботу и воскресенье много, будет из чего выбрать. И начну по традиции с горок ленинских. 18 февраля в субботу пройдет основной этап фотоконкурса «Этюды в горках». В этот фестивальный день на нескольких площадках научно-культурного центра будут проходить выставки, мастер-классы и встречи с профессиональными фотографами, показ документальных видеофильмов о фотографии и фотографах. А в воскресенье, 19 февраля, районный историко-культурный центр приглашает на концерт вокальной и фортепианной музыки «Вьюго радостно хохочет». Для вас выступит лауреат международного конкурса имени Шопена Вероника Добржинская и студенты МГУ имени Ломоносова. Начало в 14 часов, вход на мероприятие свободный. Здравствуй, Масленица! Под таким названием в детской школе искусств пройдет районный фольклорный конкурс. Приглашаются все желающие. 18 февраля, начало в 12.00, вход свободный. 19 февраля в Виновской школе искусств пройдет День православной молодежи. В этот день традиционно проходит фотоконкурс «Моя церковь». Лучшие работы участников будут представлены на фотовыставке. Победители также примут участие в областном конкурсе молодых фотографов «Подмосковье православное». Большая творческая программа праздника представлена музыкантами из православных приходов к видновскому благочине, а также известными группами, исполняющими духовное песнопение. Церемония чествования спортсменов Ленинского района «Видные зимние наши» пройдет во дворце спорта «Видное» 18 февраля в субботу, начало в 11 часов. А в преддверии Дня защитника Отечества в Центральной библиотеке города «Видное» пройдет мероприятие, организованное военно-патриотическим клубом и Территориальным советом молодежи. Начало в 14.00. И у меня на этом все. Событий много, а выходных всего два. Но большая афиша мероприятий ждет вас на следующей неделе. Не пропустите. Таня. Спасибо, Настя. Ну а нам осталось рассказать только о погоде.